Привет, ребята! Это Настя. Уже более часа я пытаюсь записать это очень сложное для себя видео на тему моей позиции касательно употребления ноотропиков и психотропных препаратов с целью увеличения, улучшения когнитивных и интеллектуальных способностей. И сложная эта тема для меня тем, что обычно, когда я записываю видео, я выражаю не свою личную позицию, а больше какую-то проресёрченную научную позицию. Я как экс-консультант не люблю говорить от себя тяну, не люблю говорить своё мнение, мне больше нравится оперировать какими-то фактами и цифрами, и выводами чем-то обоснованными. Здесь же очень полемическая тема, которую, если вы меня смотрите давно, вы знаете, я очень аккуратно всегда избегаю. Это что касается, например, прививок, вегетарианства или вот такой темы, как это моё отношение к ноотропикам. Но эти темы сложны тем, что единого научного консенсуса по ним нет. И есть два лагеря и научные факты, исследования, которые подтверждают и одну сторону, и другую сторону. И в конечном итоге лично мы всё равно каждый задействуем в этом, потому что лично мы должны решать для себя, будем ли мы себе делать прививки или своим детям, будем мы есть мясо или нет. Будем мы принимать ноотропики или какие-то психотропные вещества, если от того требует сложная ситуация на работе и учёбе, особенно на фоне, если наши коллеги и сушольцы наши, те, с кем мы учимся, это делают, и таким образом мы становимся в менее конкурентоспособной позиции или нет. У меня есть своё обывательское мнение на этот счёт, которое подкреплено чем-то, что я читала. Но так как… А, я не эксперт, и я хочу большими буквами здесь написать. Я не эксперт. Это видео недостаточно для того, чтобы принять ваше решение. Я не эксперт. Кроме этого единого экспертного мнения по этому вопросу-то нет, что делает это ещё сложнее для меня. Может быть, я вот так и продолжу, попробую записать это видео одним тейком, одним кадром, и тогда у меня получится сделать это лучше. В общем, если вы вдруг не в курсе, не расстраивайтесь. Я до 28 лет, до 27 лет, когда так, я тоже была абсолютно не в курсе. Я не знаю, как я прожила так долго, ничего не знаю об этом. Но в общем существует целый ряд веществ, которые идут от более натуральных до психокропных, то есть влияющих на нашу центральную нервную систему, которые так влияют на функцию нашего мозга, что позволяют увеличить его умственные способности. На самом деле любой учёный… Опять же, вот все эти statement и все эти вещи, которые я вам говорю, насколько я читала. Любой учёный скажет, что на самом-то деле никакую умственную способность они не увеличивают, а большинство этих веществ, они просто увеличивают наше состояние бодрствования. Таким образом, мы можем оставаться более умственно активными и продуктивными на протяжении большего количества часов, чем изначально заложено в нас природой. Если человек может быть активен 6-8-10 часов, то потребление каких-то препаратов позволяет здоровому человеку расширить этот период активности, скажем, на 12 или 14-16 часов. Так вот, такие вещества бывают от совсем безобидных или повседневных, так сказать, таких как кофе или чай, нам всем знакомых, до, скажем, таких же натуральных веществ, но в огромной концентрации, собранной как в таблетке для нашего удобства и для увеличения эффективности, вплоть до каких-то психотропных веществ, психостимулянтов, которые влияют на нашу центральную нервную систему. И изначально эти вещества были разработаны для лечения каких-то расстройств центральной нервной системы, такие как ADHD или как нарколепсия, когда человек в течение дня неожиданно засыпает, он не может это контролировать. Кстати, есть… Я смотрела интересного блогера, который снимает. Она нарколептикой, вот она идёт в школу и засыпает неожиданно. Если вам интересно такое посмотреть, я оставлю линк где-то внизу. Так вот, да, эти вещества используют то, что называется по-английски off-label, то есть не по медицинскому назначению, потому что их side-effectы, их побочные действия включают в себя увлечение… Например, увеличение способности концентрироваться у здорового человека. Как здоровый человек получает доступ к таким веществам? Можно симулировать болезнь, например, ADHD. Оказывается, можно на любом нормальном университете, кампусе можно найти кого-то, кто это продаёт. Это практически чёрный рынок. И также оказалось, как я узнала гораздо позже, что и в консалтинговых компаниях или в инвестмент-бэнкингах можно также найти способ купить эти медикаменты, эти таблетки для off-label использования. Кстати, по статистике, в зависимости от уровня школы, насколько университет ранкируемый и котируемый, от 15 до 30% студентов употребляли какого-то рода стимулянт, психотроп, для того чтобы получить лучшую оценку, скажем. Вопрос помимо разных этических вопросов, скажем. Что, если однажды правительство захочет улучшить валовые продукты и попросит всё население принять эти таблетки как бы насильственно для того, чтобы мы все могли больше производить? Или что, если один в команде, в компании решает принимать эти таблетки и, таким образом, ставя планку продуктивности неимоверно высоко? Что, мы должны больше платить этому человеку, пытаться заменить других людей на похожих людей, которые тоже готовы делать эти таблетки, принимать эти таблетки, толкать других людей принимать эти таблетки. Это всё этические вопросы, очень серьёзные, но в конечном итоге в решении принимать или не принимать их, наверное, для каждого вопрос, насколько это безопасно. И здесь, вот это и есть полемическая часть всей этой дискуссии, потому что в целом недостаточно исследований на долгосрочной перспективе, которые бы подтвердили безопасность использования как просто каких-то более натуральных, высокой концентрации натропиков, так и психотропных препаратов при долгосрочном использовании, в том числе или особенно на молодые развивающиеся мозги. Что касается натуральных, ну как бы веществ, которые взяты изначально из натуральных ингредиентов, там, может высокое содержание кофеина или других. Как я сказала, я не эксперт в этой теме, и я не могу привести вам конкретные примеры. Когда я это читаю, я понимаю, что я читаю, но мне даже нет интереса заучивать такие вещи наизусть. В общем, любое вещество, всё, натуральное вещество, всё зависит от дозы. В самой, в огромной, непропорциональной большой дозе любое вещество, даже вода, может стать ядом. Если, может быть, вы слышали, был профессор психологии Сет Робертс в университете Беркли, по-моему, университете в Калифорнии в Беркли. Он погиб пару лет назад, он был известным экспериментатором над собой. Он всё время ставил над собой эксперименты в плане образа жизни, диеты для того, чтобы не только увеличить свои когнитивные способности, но он страдал инсомнией. В общем, он занимался… Наверное, то, что на русском языке называется самолечением, но на английском это обычно называется self-experiment. И вот он погиб, и один из… Я не знаю, может быть, сейчас уже были какие-то обновления по поводу его гибели, но на тот момент, когда я читала, одна из спекулятивных версий заключалась в том, что он на протяжении очень продолжительного времени употреблял 10 раз рекомендуемый объём льняных семян в день. И то, что что-то с ним случилось, это могло поспособствовать этому. Или, если я не ошибаюсь, огромное количество fish oil, то есть рыбьего жира, может привести к внутреннему кровотечению. Или, опять же, если я не ошибаюсь, вода… В смысле, эти случаи точно существуют, может быть, я ошибаюсь в том, что конкретно происходит при увеличении дозы. Но если пить огромное количество воды, когда ты бежишь непропрофессионально большое количество, то это дельют, то есть уменьшает содержание электролитов в твоей крови, и сердце не может правильно работать, что также опасно для жизни. В общем, натуральные вещества высокой дозы могут быть опасны для жизни. Что ухудшает ситуацию, это то, что, так как наотропики не относятся к лекарствам, это эдакий серый рынок, который никак не регулируется, не регулируется производство, не регулируется дистрибуция, не регулируется, как они маркетят, то есть как их на рынке подписывают, для чего эти лекарства есть. Более того, их можно найти там, я не знаю, ну, drugstore или на уровне на заправке купить. И люди, которые их покупают, так как они так легко продаются, они не особо-то и смотрят, не особо-то читают, как побочные эффекты, как их безопасно использовать и всё такое. В общем, это очень серый рынок производства и потребления. Недавно был какой-то скандал, где какой-то из таких наотропиков оказалось, что он был широко используем, а оказалось, что в его производстве присутствовали следы тяжёлых металлов. Конечно, такое может где угодно случиться, но всё-таки регуляция очень слабая в этой сфере. Кстати, по-моему, с апреля этого года в UK будет новый закон. Они были back and forth, они то хотели его делать, то приостанавливали. Не уверена сейчас, пройдёт ли он или нет в апреле, но запрещены будут распространение, продажа любых веществ, которые не классифицированы как лекарства и не являются исключением, указанным исключением, которые влияют на нашу нервную систему. То есть они как бы указали, что, например, кофе – это исключение, но все вот эти неотропики во всей своей своей… их же огромное количество сегодня все производят неотропики, потому что это такая горячая тема и много потенциальных покупателей. Так вот, их распространение станет нелегальным. Что касается психотропных препаратов, тут вообще всё даже проще, потому что это лекарство, и ни одно лекарство… не существует лекарство, которое не имеет побочных эффектов. А на долгосрочной перспективе побочные эффекты психотропов, особенно в использовании юными людьми, особенно в использовании здоровыми людьми, просто не были изучены. Какие долгосрочные эффекты будет иметь использование модафенила, который… наверное, это от нарколепсии лекарства, которое просто супер популярно в колледжах. Какой будет долгосрочный эффект, этого неизвестно. Я видела… был пару лет назад какой-то ресёрч о том, что, естественно, на мышах… на мышах… и ресёрч заключался в том, что юные мыши были подвержены модафенилу, и результат этого ресёрча, исследования, был в том, что connectivity, в общем, brain plasticity, пластичность мозга, она ухудшалась. То есть очень, грубо говоря, экстраполируя результаты этого исследования на человека и на наше употребление психотропов, чтобы получить сегодня лучшую оценку по какому-то экзамену, мы берём, мы платим за это пластичностью мозга, способностью мозга реорганизовываться в случае какой-то болезни или травмы в будущем. Это, конечно же, выбор каждого человека, стоит это того или нет. Мы все имеем право использовать своё тело так, как хотим, это наше тело. Но мне кажется, что большинство студентов, которые пьют эти таблетки, они не задумываются об этом вопросе в таком формате. Ещё то, что мне очень не нравится во всей этой теме, что ни один нормальный доктор… И опять же, я не эксперт. Может быть, есть нормальные доктора, которые являются исключением из этого правила, но по моему знанию ни один нормальный доктор не пропишет психотропный препарат здоровому человеку с целью увеличения его интеллектуальных способностей. Этого просто не делается. Поэтому, как я, может быть, сказала в этом видео, потому что я это видео пять раз на этом снимала, но в общем люди симулируют заболевания, такие как ADHD, чтобы получить эти лекарства, которые иначе доступны только по рецепту. И онлайн есть целый комьюнити, где люди ставят эксперименты сами на себе, пытаясь сочетать, меняя вещества, меняя дозировку. И вот они ставят на себя эксперименты и отписываются, какие были эффекты. Другие люди… Ну нормальный такой комьюнити. Другие люди читают, продолжают на себе ставить эксперименты на основании того, что они прочитали. Мне это кажется просто ужасающим. И в этом… Кстати, это комьюнити, это можно назвать словом или они себе называют биохакеры, хакинг своё биотело. Есть очень известные люди в этом биохакинг комьюнити, например, такие как Тим Феррис, автор четырёхчасовой недели. Но Тим Феррис сам признаётся, что хотя он за последнее десятилетие протестировал на себе все возможные ноотропики, психотропы для увеличения когнитивных способностей, которые существуют, всё. Так вот он говорит о том, что он делает тест крови, потому что это всё очень опасно и не шутки. Он делает тест крови каждые четыре недели. Мне очень интересно, сколько из его последователей, сколько из тех студентов, принимающих модафенил в колледжах, сколько… как часто они делают тест крови для того, чтобы обеспечить, чтобы это всё было безопасно. К сожалению, что я могу наблюдать, это то, что многие из ребят, которые смотрят меня, они изначально ориентированы, они амбициозны, ориентированы на успех. И они неким образом потенциальные клиенты и потенциальные люди, которые заинтересованы в таком типе препаратов или в любом типе препаратов, процессов, методологии, инструментов, которые помогут им стать более интеллектуально продвинутыми, в том числе и медикаментозное решение. И меня немножко расстраивает каждый раз, когда я получаю такие письма, когда люди мне говорят, что «Ой, я начала использовать такой-то и такой-то препарат, ты пробовала, что ты на эту тему думаешь». И отчасти поэтому я всё-таки решила снять это видео, потому что для кого-то из вас, может быть, просто по той причине, что я делаю эти видео, я стала каким-то примером или ориентиром. И не потому, что я в чём-то лучше, просто я в этой позиции, да, где вы смотрите на меня. И я просто хотела подчеркнуть, что никогда, как бы мне тяжело не было, как бы я не проваливала что-то, потому что я просто, мне не хватало времени, я не могла сконцентрироваться, как бы невыгодно я не смотрелась на фоне своих коллег, которые могут по 18 часов 7 дней в сутки работать, потому что я не знаю, что они там принимают. И как бы это негативно не складывалось на моей карьере, я никогда в жизни не рассматривала принимать психотропные… Ладно, ну кофе, да, но психотропные препараты для того, чтобы как-то закрыть эти гепы, чтобы стать более конкурентоспособной или более умной. Это моя личная позиция. Я абсолютно понимаю, что у каждого это личное решение. Я не осуждаю тех, кто принимает другое решение. Единственное, чего я боюсь, это то, что кто-то примет это решение при недостаточной информированности и понимании, какие риски он берёт. Если ты всё проресёрчил и понимаешь, действительно ответственно к этому подошёл и готов брать эти риски, это твоя жизнь, живи её как ты хочешь. Но просто глупо… не глупо, а слепо следовать тому, что сейчас в тренде. А в некоторых кругах это просто становится в огромном тренде. И судя по количеству… без конца растущему количеству писем от моих тех ребят, кто меня смотрит по этому вопросу, я вижу, что это некоторый тренд, который достиг русскоязычную аудиторию также. В общем, это просто… я просто хотела поделиться с вами своей позицией по этому вопросу. Ах да, и напоследок, мой менталитет заключается в том, что да, я постоянно ищу новый лайфстайл или новые инструменты, которые помогут мне стать более продуктивными в рамках того, что мне дано природой. Если мне дано природой быть энергичной и мочь сконцентрироваться и не хотеть спать в течение там 8, 10, 15 часов, то я хочу просто максимально использовать это время, но я не хочу пытаться раздвинуть эти рамки, данные мне природы искусственным способом. Я считаю, что есть огромное количество рычагов, и я про них куча видео снимала. Это в основном питание и спорт, которые действуют на том же химическом, нейрохимическом уровне, как и эти таблетки, но в более холистичном, в более здоровом формате и не имеют никаких побочных эффектов, а имеют в целом оздоравливающий, накопительный эффект, положительный на наш организм. И это моя позиция, тот когнитивный enhancement, тот улучшение когнитивных способностей, которые лично я выбираю для себя и которые я пропагандирую и советую другим. Ну и чтобы, помимо всего прочего, разбавить это некоторое тяжёлое, по крайней мере здесь у меня, настроение от этой темы, я хочу рассказать вам о книге и разыграть её среди вас. Это книга «Продавец обуви» Фила Найт, а Фил Найт — это создатель и CEO с аж с 64 по 2004, как долго он был CEO, CEO Nike. Я эту книгу до сих пор читала, но, ребята, я её выбрала исключительно по отзывам, потому что когда ещё ты увидишь книгу, где от Уоррена Баффета до Билл Гейтса до… Кстати, даже Лиса Дженнова — это автор тех книг, рассказов про людей с разными нейропсихиатрическими отклонениями, которые я люблю читать. Я вам оставлю ссылку на них внизу, если вы не видели их. Так вот, все эти люди и даже 1500 отзывов на Амазоне с отметкой «Отлично, пять из пяти», где ещё ты увидишь такие замечательные отзывы. Все просто комментируют о том, насколько Фил искренний, насколько эта книга настоящая, насколько он простой, вообще не человек, и какая сложная, полна всяких падений и огромных рисков, в которых он брал история Nike, что люди пишут как в один голос, что вообще это чудо, то, что Nike выжила и то, что Nike существует, и что Nike такая успешная компания. И единогласно также все писали, что это невероятно вдохновляющая и мотивационная история. В общем, просто реально редко, когда встретишь такие потрясающие отзывы, я до сих пор не начала её читать. Но это будет следующая книга, которую я прочитаю. Я просто подумала, что в том году или в позапрошлом это была книга Илона Маска оставила на меня огромное впечатление и помогла мне мыслить… не мыслить, а мечтать более глобальнее, мечтать… иметь более интересные и большие цели. А в этом году, я надеюсь, этой книгой станет это. И вот я и хотела поделиться ей с вами. Три таких хобби отправятся трём из вас. И чтобы выиграть одну из этих хобби, пожалуйста, напишите внизу какое-нибудь натуральное, положительное, натуральное, полезное средство, которое помогает вам повышать ваши интеллектуальные способности, оставаться более долго сконцентрированным и бордером, но которое не имеет никаких побочных эффектов, как обсуждённые наши герои этого видео. И это всё на сегодня, ребята. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому видео, потому что оно мне удалось как-то нелегко. И не пишите их там, я не прошу вас писать хорошие комментарии. Просто реальные комментарии, что вы думаете. Даже если не понравилось, пишите, почему. Мне будет интересно поговорить с вами об этом. Увидимся в следующий понедельник. Пока!